Сызранская Мадонна Наталья Яковлева На сот коллег она представляет авторский сборник интерактивных дидактических заданий для детей с дефектами речи. Решить проблему лексики и грамматики ребятам поможет любимый герой Незнайка. Данные образовательные ресурсы, они как нельзя лучше подходят для современного ребенка. Поэтому интерактивно дети, общаясь с персонажами моих авторских игр, знания получают незаметно через игру. В этом году ярмарка собрала более 400 участников из городов и сел Самарского региона. Педагоги презентовали более 300 авторских методик, направленных на физическое, духовное и творческое развитие подрастающего поколения. Среди них и проект «Чудо-тесто» Светланы Шипеловой, воспитатели из Тольятти. Это доставляет огромное удовольствие детям лепить, творить, отбивает вот этот страх перед изобразительным творчеством. Ведь многие дети хотят что-то сделать, но боятся, потому что не умеют, потому что не знают как и потому что из традиционных материалов это не всегда получается. Пластилин бывает жесткий, глина не у всех, к сожалению, есть, поэтому тесто доступно всем. А вот проект Валентины Шляпкиной и педагога Генель Черкасского дома детского творчества стимулирует детей не только к развитию творческих способностей, но и к изучению истории родного края. Основной аспект нашей работы – это изготовление народных костюмов. Детям очень интересно, потому что у нас проживает очень много этносов на территории нашей Самарской области. Работа шла по этапам. Первый этап – знакомство с национальностями. Это у нас был теоретически такой этап. Детям было очень интересно, было множество презентаций. Ярмарка педагогических инноваций проходит в Отрадном уже в одиннадцатый раз. Это не только площадка для самых смелых новаторских идей, но и своеобразный бренд города. Ярмарка в Отрадном – предварительная ступень к международному этапу, который пройдет в следующем году в Барнауле. Актуальность, новизна, практическая значимость – главные критерии, по которым жюри оценивало представленные проекты. В числе победителей и Анастасия Лукьянова – учитель математики школы номер 8. На международной ярмарке представляла проект «Организация дистанционного обучения в системе АСОРСО средствами гугл-технологии». Очень рада, что получила третье место по этой работе. С удовольствием поеду в Барнаул представлять свой проект. Наталья Петраченкова, Максим Ковальчук, Роман Стрюков, телекомпания «Отрадный». Какой ребенок не любит мультфильмы, а уж если он создан руками и неуемной фантазией маленьких аниматоров, то успех предприятия просто гарантирован. Руководитель студии «Оживейка» Нелли Мещерякова проверила это утверждение на своих родных детях. Потом не раз убеждалась в правоте, работая над мультфильмами с разными категориями ребятишек. Сегодня преподает мультипликацию при Доме культуры в селе Сырейка. В прошлый раз мы с вами нарисовали фон для нашего мультфильма. А еще раньше мы придумали нашего героя – кота. Но просто фон и кот не превратятся в мультик. Нам нужно оживить его с помощью фотографии. То есть одна фотография – один кадр. И чтобы кот с одного конца нашего фона попал на другой, как бы прошел, нам нужно сделать 6-7 фотографий. Мультяшных героев юные аниматоры придумывают и рисуют сами. И если вспомнить, что анима на латыни значит «душа», то ребята своих героев действительно оживляют. Сначала в фантазиях, затем с помощью техники перекладки и множества фотографий. В одной секунде профессионального мультфильма содержится 24 кадра. Здесь всего 5-6. Но ведь и делают эти мультики не профессионалы, а дети. Дубль два – сцена на луне. Раньше мы смотрели мультики по телевизору, а теперь мы можем делать их своими руками. И можем заставить любого персонажа двигаться. Мы с ребятами сами придумали кота, и он у нас первый раз полетел на луну. В практике Нелли Мещеряковой это уже седьмой по счету мультфильм. Первый она создавала с дочерьми. Сегодня старшая уже на правах опытная и показывает новичкам разные мульттехники. Есть у руководителя оживейки и опыт применения мульттерапии в работе с детьми-инвалидами. Он пригодился и в сырейке. Среди юных аниматоров тоже есть дети с ограниченными возможностями здоровья, но безграничными фантазией и желанием творить. Во-первых, это работа в коллективе, а коллектив – это модель нашего общества. То есть нужно учиться уступать друг другу, нужно учиться слушать друг друга, слушать друг друга. Нужно, если один придумал одно, чтобы другой постарался подхватить и продолжил историю, а не каждый свое сочиняет. Премьера мультфильма «Первый кот на луне» производства юношеской мультипликационной студии «Оживейка» прошла на большом экране в Сырейском доме культуры. Среди зрителей – друзья, одноклассники, родители. Но даже в присутствии родных и близких пять юных аниматоров стеснялись и с волнением ждали. Как отреагируют зрители? Премьера прошла на ура. Этот мультик, мне нравится, что мне этот мультик создали мои друзья. У него прямо так… Мне в этом мультике понравилось про кота. Как он полетел на луну и как он оттуда упал. Ура! Луна! Мяу! Студия «Оживейка» работает всего третий месяц. И, конечно, многого о мультипликации ребята еще не знают. К примеру, этап монтажа фотокадров берет на себя руководитель. Зато идея, оформление и озвучка персонажей целиком на юных аниматорах. Поэтому своими именами на заключительных кадрах мультика они по праву могут гордиться. Тем более, что впереди у них освоение пластилиновой анимационной техники и масса положительных эмоций. Елена Грошева, Николай Лямин, телекомпания «Междуречья», Кенельский район. 50 лет вместе в Безенчукском районе чествовали супружеские пары, отметившие полувековой юбилей совместной жизни. Среди них были и те, кто рука об руку идет по жизненному пути вот уже 55 лет. Золотые и изумрудные юбиляры принимали поздравления и делились секретами семейного счастья и долголетия. У каждой пары своя история, своя судьба. Встречались в жизни невзгоды, трудности, неудачи и утраты. Ничто не смогло помешать их благополучию. Создав много лет назад уютный семейный очаг, они свято хранили его и согревались его теплом. И вот пары вернулись в тот день, когда, взявшись за руки, они сказали друг другу «священное да». И снова марш Мендельсона. Из рук главы района они получили подарки от губернатора и администрации Безенчукского района. В честь юбилея супружеской жизни имена пар были внесены в книгу почетных гостей отдела ЗАГС Безенчукского района. Как и много лет назад, они снова поставили свои подписи. Подписи верности и преданности друг другу. Супруги Танасевские отмечают в этом году золотую свадьбу. Для Лидии Григорьевны Анатолий Харлампович стал верным другом и помощником. А он понял, что рядом с ним настоящая женщина. Прекрасная жена, заботливая мама, гостеприимная хозяйка. Своим секретом долгой семейной жизни поделились и супруги Богдановы. Николай Григорьевич и Людмила Петровна сразу поняли, что созданы друг для друга. «Это опора, что значит для меня является мой супруг. И уверена была, что он никогда меня в жизнь не подведет. И всегда он обеспечит мою семью. Это тоже большое значение имеет в семейной жизни». Семья всегда была воплощением душевного равновесия и сердечной гармонии. И присутствующие юбиляры своей жизни подтверждают это, подавая пример молодому поколению. Анна Солдатова, Константин Ниськов, телерадиокомпания «Аспект», Безенчукский район. Возраст от 16 до 75 лет. Представителями совершенно разных поколений являются артисты популярного в Сергиевском районе коллектива хора чувашской народной песни «Асамат». И сам хор на днях отметил внушительную дату – 40 лет. За эти годы коллектив получил немало высоких званий и наград и передал эстафету любви и мастерства исполнения чувашской песни молодому поколению. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ По-другому они и не могли начать праздничную программу, посвященную юбилею родного коллектива. Выбрали самую красивую песню чувашской народности, тем самым создали нужную атмосферу. Хор чувашской песни «Асамат» создан в 1975 году. Первым руководителем коллектива был выпускник Куйбышевского культурно-просветительного училища Василий Михайлович Кузнецов. В настоящее время руководителем хора «Асамат» является его родная сестра. Сначала я ходила в хор, ну и у меня образование специальное, ну там то в библиотеке работал, то в садике работал, то в школе. А вот последние 20 лет я работаю в клубе, уже окончательно. В хор у нас, конечно, сейчас поменьше народ стал ходить, так времена настали, наверное. Молодежь не хочет, мало молодежи осталось уже, считай. Возрастной состав участников коллектива от 16 до 75 лет, всего 20 человек. Конечно, собрать всех сразу не предоставляется возможным, но все они – это те люди, которых объединяет любовь к национальной чувашской культуре. Поэтому в основу репертуара коллектива включены фольклорные обрядовые песни чувашского народа, с трепетом и волнением, исполняемые как на сцене родного сельского дома культуры для жителей и гостей села Кармала-Аделяково, так и за пределами области. В январе 2002 года коллективу было присвоено высокое звание «Народный самодеятельный коллектив». Тогда в течение 8 лет коллектив возглавлял заслуженный работник культуры Чувашии, член Союза композиторов России Николай Сергеевич Карлин. У хора «Асамат» есть и преемственность – детский ансамбль чувашской песни «Путине». Они также выступали на сцене в день юбилея. Нас зовут всегда выступать на всякие мероприятия. Мы когда приходим, нас учат новые. Иногда мы показываем новые танцы, песни учим новые. Название хор приобрел не сразу. По словам руководителя Любовь Михайловны, лишь 20 лет назад. Но потом «Асамат», что в переводе на русский означает «Радуга», пришлось по душе каждому. И теперь самыми любимыми песнями коллектива стали протяжные, задушевные и богатые смыслом. О высоком профессионализме ансамбля свидетельствуют многочисленные грамоты и дипломы, благодарственные письма и публикации в средствах массовой информации. Словом, коллектив богат историей, заслугами, людьми и творчеством, которые заставляют сколыхнуть внутренний мир любого, кто с ними сталкивается. Екатерина Фарисея Ермакова, Дмитрий Сурков, Анастасия Кудряшова, Антон Иванов. «Радуга-3», Сергеевск. В Жигулевске активно приветствуются мероприятия, в основе своей пропагандирующей здоровый образ жизни. Так было и в День матери. Спортивные праздники с веселыми стартами и эстафетами объединили детей и родителей. На празднике проводились эстафеты и игры. Дети поздравляли мам стихами. Маме можно пить, дать, 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 герой труда, все дела ее нестишь, даже некогда присесть. Маму с детьми прыгали, бегали, показывали свои умения и смекалку, помогали детям в преодолении препятствий. Детский сад уже на протяжении многих лет работает в физкультурно-оздоровительном направлении. Мы проводим различные формы работы с детьми. Это и занятия утренней гимнастики, гимнастики после дневного сна, это и прогулки, и бег на улице, и подвижные игры, как в помещениях, так и на воздухе. И одной из форм активного отдыха и формирования двигательной активности являются физкультурные праздники и досуги. Праздник, направленный на формирование привычек, вести здоровый образ жизни, а также развитие основных физических качеств, прошел очень тепло и весело. Участие в мероприятиях родителей – показатель серьезности их отношения к развитию своего ребенка и его социальной адаптированности. В конце праздника дети подарили мамам подарки, сделанные своими руками. Олег Калмыков, Виталий Женков, телеканал ФТВ «Жигули». Самым сокровенным желанием каждой женщины является стать матерью. И ничто не делает женщину более красивой, чем беременность. Ее образ схож с прекрасной Мадонной из картин Средневековья. И с изранским будущим мамам придется по-честному сразиться за это звание. Восемь будущих мам приняли участие в городском конкурсе «Сызранская Мадонна». К подготовке будущие мамы отнеслись серьезно. Они даже чувствовали поддержку своих малышей. На каждой репетиции малышка со мной репетировала. Было очень приятно. Члены жюри знатоки своего дела. Женщины, знающие, каково быть мамой, оценивали старания конкурсанток. Участницы конкурса начали свое выступление с эффектного дефиле. Темой первого подобного конкурса в нашем городе стали традиции различных наций. Поэтому каждая из конкурсанток представляла свою культуру и нацию. Как в костюмах на конкурсе «Визитная карточка», так и в блюдах в конкурсе «Национальные блюда». Третий конкурс – подарок для будущего малыша. Особенностью конкурса стало то, что вначале на участие заявлялось 9 конкурсанток, но осталось только 8. Одна из участниц подарила жизнь своему малышу до начала конкурса и не успела в нем поучаствовать. Без награды не осталось ни одна из конкурсанток. Каждая выиграла своей номинации. А Сызранской Мадонной признали Евгению Прибыткову. Я не ожидала, что буду участвовать в этом конкурсе. Мне предложили это все в женской консультации. Кроме поздравлений и подарков, Евгения получила возможность провести торжественную церемонию регистрации своего новорожденного малыша в Сызранском ЗАГСе. Зара Чеделян, Евгений Воронов, телекомпания «Котовый луч», город Сызран.